Ваши лекции часто называют поверхностными. Оскорбляет ли вас это? Есть несколько слов, которые можно применить к любому тексту. Пошлый. Мы же не знаем, что такое пошлое. Вот Иваницкая правильно сказал, это слово для унижения собеседника. Поверхностные. Это можно сказать о чём угодно. Говорят, это совершенно определённые люди. Я никакого зла против них не имею. Это люди, которые сами всю жизнь занимались этой темой. А тут лекцию вдруг читает кто-то другой. Я уверен, что если бы кто-то читал лекцию про то, чем я занимался фундаментально и глубже остальных, то, например, про того же Куничика, или про Слепакову, или про Кушнера, и вообще про ленинградскую литературу, там, про Житинского, например, или про советскую литературу 70-х, читал бы кто-то лекцию. А я бы, конечно, сказал, что это поверхностно. Ну как, я сижу в этом, зарывшись по уши, а кто-то про это рассказывает. Есть какие-то фанаты, там, я не знаю, Стивена Кинга, или Фидерика Феллини, или Шекспира, которые занимаются этой темой всю жизнь, и тут прихожу я. Естественно, они будут говорить, что это поверхностно. И если они при этом не хамят, как нахамил мне, по-моему, один исследователь Шалом Алейхима, который при этом элементарных вещей не знал, но пришёл с какими-то анекдотами тамскими. Ну вот, если мне при этом не хамят, я спокойно к этому лапошу. Нормально. Но ясно, кажется, любой лектор, многие вообще считают публичную лекцию профанацией, многие считали ЖЗЛ, популизаторством, как они это называли, популизаторством, такое они придумали тело. Ну не нравится тебе, сделай сам. А хамские, снисходительное, пренебрежительное отношение. Господи, ну, привыкать ли мне к этому? Я столько про себя всякого читал в разное время. Ну и где сейчас те люди, которые это писали? Прости меня, Господи. Более того, вот грех себя хвалить, но у меня есть ощущение, что в каких-то своих диагнозах и прогнозах я оказался вправо. В общем, они меня, когда эти события стали происходить, я не очень удивился. А люди, которые, опять-таки, в высокомерности сходить до Поплёва это критиковали, ну, и бог с ними, нормально. Как говорил Вознесенский, когда ругают, везёт. Другое дело, что я не собираюсь расставаться с лекциями, именно потому, что это тоже делается из эгоистических соображений. Это мой способ, устный способ, артикуляционный, то, что Лидия Гинзбург называла артикуляционным мышлением. Это мой способ понимать, мой способ интерпретировать литературу. Говорите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!